Польза от обрезания Польза от обрезания Польза от обрезания Польза от обрезания это одно из самых страшных ругательств. То есть, что с ними говорить? Они не обрезанные, говорится про филистимлят. А в каком смысле это плохо? Какая разница? Я уж не буду напоминать, что там конкретно и как делалось в ходе обрезания, но правда, человека это не меняет. Он от этого не становится лучше или хуже, красивее или некрасивее. Они вне закона. Они стоят вне отношений с Богом. И поэтому Павел говорит, смотрите, вот сейчас, когда в конце второй главы он пишет, обрезание полезно, если исполняешь закон. Если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. И так, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание. То есть, сам этот ритуал плох или бессмыслен, но этот ритуал выражает нечто внешнее. Но, знаете, очень часто бывает такое, можно привести в современную параллель, говорит, человек крестился, а на этом вся его христианская жизнь закончилась. Он говорит, я крещеный, я не то, что эти, а смысл. Но все равно, как человек бы женился, мужчина, или с девушкой вышла замуж, и больше никогда не виделась со своим мужем, со своей женой, не виделась. В чем смысл тогда замужества или этой свадьбы? Абсолютно ни в чем. Какой-то внешний обряд, который, наоборот, ставит тебя в двусмысленное положение. Вроде как ты в семье, но если ты не живешь при этом в семье, то это все какое-то издевательство, что ли, над твоим супругом или супругой. И с обрезанием, и с крещением то же самое. Значит, если ты формально вступаешь в отношения завета, обрезание — это отношения завета с Богом. Но при этом ты абсолютно никак в этих отношениях не вкладываешься, ничего не делаешь, исходя из смысла этих отношений, то какая разница. Более того, это выглядит какой-то издевкой по отношению к Богу. Я говорю, я твой, или мой ребеночек твой, он в завете с тобой. А потом, да нет, зачем мне все это нужно, ерунда какая. Так в чем же преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Вот быть иудеем — здесь ключевое слово. Не казаться, но быть, как сказал поэт. То есть если ты по-настоящему состоишь в отношениях с Богом, в заветных отношениях, то вот это великое преимущество. И тогда твое обрезание, оно тебе помогает. Как раз то, что в предыдущей главе в конце с Камой сказано, самым сказано, что обрезание и необрезание, они как бы меняются местами в зависимости от того, как человек себя ведет, что это неформальное действие, не внешний телесный признак, но это отношение, это линия поведения, это состояние, в котором человек пребывает перед Богом. И если это так, то да, обрезание — это очень важная вещь. Ну а если этого нет, то извините. И может быть как раз дальнейшее утверждение Павла о том, что само по себе обрезание ничего не дает. Они базируются ровно на том, что быть иудеем и соблюдает закон, это преимущество. Просто есть еще большее преимущество. Это благодать, которая стоит над законом. Но законы не уничтожают при этом, а превосходят. Ну разные вещи, допустим. Человек поступил в университет, но до этого он учился в школе, в начальной, в средней, потом в высшей, в смысле старшей класса школы. Но то, что он поступил в университет, превосходит его опыт, когда он в первом классе учился буквы складывать, но не отменяет. Более того, он научился складывать буквы, поэтому он теперь поступил в университет. Не то, что он забыл и стал пользоваться какими-то другими буквами. Если уехал в другую страну, конечно, но если остался той же самой. Вот, собственно, обрезание. Это такая школа, начальная, детский садик, может быть, даже, который, тем не менее, по-своему необходим. И сегодня, кстати, исследователи творчества апостола Павла, они все больше и больше обращают внимание на то, что его риторические, может быть, очень такие пламенные конструкции, где он говорит о бессмысленности закона, о том, что Ветхий Завет обрешал. Они, тем не менее, не отменяют того факта, что Ветхий Завет для него тоже очень важная вещь, и закон очень важная вещь. Просто они превзойдены благодатью, просто они превзойдены Евангелием. Но сами по себе они вовсе не бессмысленны. Они есть некая форма, а любое содержание нуждается в форме. Нельзя воду заставить висеть в воздухе, ее надо налить хотя бы в ладони подставленной, еще лучше в сосуд. Вот закон — это есть тот сосуд, который наливается это содержимое отношения с Богом. И поэтому сосуд важен. Просто если сосуд пуст, пересох, опрокинут, тогда в нем никакой пользы нет. Об этом Павел и говорит, когда отрицает обрезание. А если сосуд полон, если обрезание действительно выражает Завет с Богом, то в нем есть немалые преимущества. Но не окончательное. О том, что окончательное, об этом он, конечно, пишет дальше. Продолжение следует...